18-летний мариупольский студент дважды ударил родного человека топором. Это преступление сразу отнесли к категории особо тяжких. Сейчас подсудимый находится под стражей. Вообще, в принципе, совершение убийства – это вопиющий случай. Когда ребенок поднимает руку на родную мать, и тут он говорит, извините меня, если вы меня выпустите, я все равно добью. Это не есть нормально. То, что она осталась жива, это чистой воды, скажу, просто счастливый случай. Задержанный рассказывает, когда замахнулся топором на маму, дома они были одни. И свои действия тогда он не осознавал. Однако смог вовремя остановиться. Я имел невозможность совершить дело до конца, но не стал. Почему? Ну, я ужаснулся от содеянного. Я понял, что делаю, приехал и вкладку в речи, и просто отпустил топор. Как установили правоохранители, парень длительное время проводит в интернете, увлекается жестокими фильмами. Его страничка в социальной сети заполнена подобными примерами. Могло ли это затуманить рассудок парня и пробудить агрессию? Эту версию со счетов тоже не списывают. Сатанинская библия, книга Люцифера, анатомия насилия – это теорица, которые посещают этот молодой человек. То есть, в принципе, нам еще предстоит столкнуться с вопросом о здоровье и психическом. Подсудимый рассказал, конфликты в семье у него были и раньше. Сыну не нравилось, что его мать встречается с мужчинами. Теперь намерен просить у нее прощения. Адвокат отмечает, именно мать парня попросила его о помощи. Если же суд признает юношу виновным, он сядет в тюрьму минимум на 7 лет. Ростислав Сысоев, Панорама.